МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, начнем, наверное, с главы района. Вы работали и при разных системах, когда район входил в город и управлялся городской администрацией, и сейчас, когда происходит реформа, и район стал отдельным муниципальным образованием. Скажите, пожалуйста, в чем разница, что меняется, и что вообще предполагает реформа местного самоправления? Ну, главная задача реформы местного самоправления, если честно говорить, значит, максимально приблизить власть к народу, к жителям района. Это основной постулат. Это основной постулат. А цель, цель, расширить финансовоставляющую, значит, чтобы в администрации работали профессионалы, чтобы люди, которые, ну, очень переживают за район, стремились к тому, чтобы исполнить, вместе с властью исполнить. И вот сегодня, как бы, создана реформа, это власть, депутаты, жители. Да, как я говорю, это такой треугольник. Да, треугольник, который позволит нам раскрыть всю чашу и чайные жители для того, чтобы решить все вопросы, которые на сегодняшний день, у нас много их скопилось, их надо закрыть. А для того, чтобы закрыть, нужна именно финансовоставляющая. Да, нам сегодня дали денежки. Да, мы сегодня согласовываем именно вот эти денежки, переспределяем на чайные жители, и в этом процессе участвует депутатский корпус. Это хорошая связка. Вот так в карацах я могу вам сказать по данному. Да, то есть у вас есть с чем сравнивать вот эти два варианта. О том, какой профессиональный и жизненный опыт стоит у вас за плечами, узнаем из небольшого биографического ролика, посмотрим и продолжим. Владимир Чернышков родился в июне 1952 года в селе Горбуновка Шигонского района Самарской области. Владимир Александрович получил высшее образование в Самарском государственном аэрокосмическом университете по специальности «Организация производства», затем закончил педагогический университет по специальности «Юриспруденция». Позднее Чернышков неоднократно повышал профессиональную квалификацию, в том числе по специальности «Государственное и муниципальное управление». Владимир Чернышков начал свой трудовой путь слесарем-сборщиком в Международной авиационной корпорации, далее работал на инженерных и руководящих должностях Куйбышевского моторостроительного производственного объединения имени Фрунзе и заводе имени Тарасова. В 1994 году Чернышков начал работу в органах местного самоуправления с должности заведующего коммунальным отделом, затем стал заместителем главы администрации промышленного района. Также Владимир Чернышков работал в администрации Ленинского района. В декабре 2016 он назначен главой администрации промышленного внутригородского района городского округа Самара. Чернышков зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник, грамотный и ответственный руководитель. Заслуженно пользуется авторитетом и уважением в коллективе. Владимир Александрович обладает большим опытом в сфере ЖКХ, в вопросах организации взаимодействия с властью, управляющими организациями и населением района. Владимир Чернышков неоднократно награждался почетными грамотами главы городского округа Самара, имеет благодарность от Самарской губернской думы и Управления гражданской защиты. Женат, имеет сына, дочь и троих внуков. Скажите, пожалуйста, Татьяна Константиновна, с точки зрения депутата в чем заключается суть этой реформы местного самоуправления и как это отразилось на деятельности и работе депутата? Абсолютно жизненный пример. Вы выходите из своего подъезда и не можете перейти через сугроб снега. Так. Но пока такого не было. Вам негде поставить машину. И плюс еще у вас там прорвало колодец какой-то на улице, заливает и делает вам каток в дворе. Вот каждый гражданин в первую очередь думает, так, куда мне пойти и к кому мне обратиться? Вот при той системе, которая была раньше, наши люди в основном делали что? Писали письма президенту, губернатору, что вот так и так в нашем дворе вот такая вот беда, помогите нам. Но вот для того, чтобы этого избежать, и для того, чтобы облегчить жизнь людей, значит, и проводятся реформы местного самоуправления. Теперь нет необходимости писать ни президенту, ни губернатору. В шаговой доступности у каждого жителя промышленного района находится депутат районного совета, находится депутат городской думы, и находится администрация района. Значит, вот к любому из представителей вот этой вот структуры обращаешься, и дальше уже и депутат, и администрация промышленного района в лице определенных должностных лиц берутся и решают твою проблему. Я хотела, знаете, что уточнить? Это дело новое, реформа, в принципе, не так долго еще идет у нас. Насколько сами жители, избиратели готовы обращаться к депутатам, и насколько они востребованы? Потому что, да, их стало больше, а вот этот союз-то складывается или нет? Они востребованы все-таки или нет? Ну, подумаешь, кого-то там посадили где-то. Складывается, безусловно, потому что за плечами у всех депутатов находятся ТОСы, территориальные органы самоуправления, истории которых у нас достаточно серьезные за плечами. И через эти ТОСы люди прекрасно владеют информацией, кто за что отвечает, какой депутат, кого они избирали, с кого спросить. Вот мы тебя избрали за тебя, голосовали теперь, ты там обязан решать наши проблемы. И они абсолютно правы, мы действительно обязаны заниматься этим. Поэтому это, безусловно, востребовано. И в тех районах, где депутат, а у нас депутатский корпус очень ответственный, я вам хочу сказать, в промышленном районе, депутаты сами ходят по дворам, сами общаются с управляющими компаниями, с администрацией районов, и выясняют, где какие проблемы, и что нужно сделать для того, чтобы эти проблемы решались как можно быстрее. И еще такой вопрос. Как оценивается эффективность работы депутата районного масштаба? Потому что один пошел, добился, поругался с управляющей компанией, что-то устроил, что-то выяснил, отчитался перед избирателем. Второй, ну так, думает, ну соберу вот заказы, наказы, и дальше немножко... Эффективность оценивается результатом работы. Решена проблема или не решена проблема. Это единственный критерий, по которому можно оценивать. А вот этот список решенных проблем, где его? У каждого депутата есть, в районной администрации он тоже есть. Во-первых, и наказы были сформированы в ходе предвыборной кампании, и текущие проблемы. Все это аккумулируется и в районном совете, и в администрации района. Да, просто не хочешь, чтобы так получилось, у семей нянек дитя без глаз. Депутатов много и скажут, ну подумаешь, я не решу, тут вот у нас еще 42 человека, или сколько-то там, вот этого, чтобы не было. Безусловно, ну скажем так, момент лоббирования, решения тех или других вопросов, он, конечно, присутствует. Допустим, депутаты, у которых есть за плечами определенную подработу, знают достаточно все схемы должностных взаимодействий, ответственности, разграничения полномочий между разными структурами власти. Поэтому несколько проще им решать эти вопросы. Те депутаты, которые пришли, новые, молодые, не от возраста, я имею в виду далеко не возраст. И по возрасту молодые пошли в районы. Их обучаем, их обучает и Градская дом, мы проводим регулярно семинары на эти темы. Их обучают и сотрудники администрации промышленного района. Поэтому всем стараемся помогать для того, чтобы как можно быстрее поняли суть своей деятельности. Тем более это... А в цифрах добавить? Пожалуйста, это всегда статистика. Вот Татьяна Суспертина сказала, значит, и были наказы, когда, значит, предвыборная компания, все эти наказы, вот за 15-й год, и уже в течение 16-го года, 1562 наказа. Эти наказы выполнили. Значит, остались наказы предыдущих лет, 596. Поэтому мы выходим... Это как бы почему так произошло? Потому что у нас еще всех депутатов и грамотность показала. Значит, они ставили перед нами, перед нами депутатами, задачи для выполнения поставленной задачи. И мы ее выполнили. Но выполнили за счет того, что у нас финансирование осталось свое. Да. Они решают этот вопрос. Сместо с администрацией. Это треть выполнена. Треть из всех заказов. Это однозначно выполнено. Почему? Потому что у нас идет регулярный отчет перед выставящими организациями. И в том числе через область. И в первую очередь перед людьми. Да. Это да. Хотелось бы, чтобы вот эта система была выстроена, чтобы не было никаких вот прорехов. Ну давайте все-таки к Татьяне Константиновне вернемся. Познакомимся и с вами поближе. Посмотрим ролик и продолжим разговор. Татьяна Братчикова родилась в городе Липецк. С 1961 года проживает в Самаре. Здесь закончила школу с углубленным изучением английского языка. Получила высшее юридическое образование. Профессиональную деятельность Братчикова начала в Куйбышевской областной коллегии адвокатов. В 1984 году Татьяна Константиновна избрана депутатом промышленного райсовета. В течение шести лет с 1992 по 1997 Татьяна Братчикова возглавляла администрацию промышленного района. Дважды в 2004 и 2010 Братчикова избирается депутатом Думы городского округа Самара. Также Татьяна Братчикова активно участвует в процессе реформирования системы местного самоуправления. Является председателем общественного совета по защите прав и свобод человека приуполномоченном по правам человека в Самарской области. Татьяна Константиновна человек слова и дела. Обладая богатым жизненным опытом, юридическими знаниями, считает своим призванием служить людям, оказывать им реальную помощь. В 2015 году Татьяна Братчикова избрана депутатом промышленного райсовета и делегирована в Думу городского округа Самара. Является заместителем председателя Думы городского округа Самара. Награждена медалью ветеран труда, а также почетным знаком Самарской губернской думы. А как выстраивается, Владимир Александрович, ваша работа с жителями района? Какой механизм? Насколько вы доступны или у вас выстроена система решений каких-то таких жизненных проблем? Не то, что депутаты на таком маленьком местном уровне. Значит, у нас выстроено хорошее взаимопонимание между жителями. И, в общем-то, работу мы проводим как и через депутатский корпус, так же через ТОСы. Значит, если руководитель, допустим, депутат приглашает меня на встречу, я обязательно выезжаю. Значит, два раза в месяц я принимаю жителей. Значит, и каждый, ну, мы сейчас не каждый день, так, а вот летом я объезжаю район, значит, с 6 утра и встречаю жителей для того, чтобы вести диалог. Вот поэтому, может быть, даже вот за 16-й год у нас произошел спад на люди на прием записывают, ну, по 3-5 человек, а раньше записывалось по 16, по 20. Да, 16-20. Значит, вот так я пришел, как бы, ну, немножко сейчас все поменялось. Меня просто поддерживает депутатский корпус и руководитель ТОС. Почему? Потому что я, как бы, ближе, вот, кто с ТОСами, это то зерно, которое нам на сегодняшний день необходимо. Это не просто же люди, а люди, которые окружают, там, МКД, они знают, где, как, что. И поэтому, когда приезжаешь, уже подготовлены, они задают вопрос, который, ну, необходимо его решить. И я хочу сказать самое главное, что управляющие компании наши, а их у нас 8, есть базовые управляющие компании, и все руководители, вот как один из примеров, очень грамотно подходят к этому. У нас есть такой Анатолий Михайлович, он немножко, ну, такой интеллигентный, чересчур. Иногда вот так. А вот сегодня, на сегодняшний день, я могу сказать об этом управляющей компании, у него меньше всех жалоб от жителей. И работа, она улучшилась. Это как пример. 11-й там, Иванов Владимир Витальевич, значит, тоже, ну, и ряд. А есть, конечно, управляющие компании, которые, понимаете, может, только имеют авторучку и только говорят. Поэтому мы уже за этот год 8 управляющих компаний убрали с района. Они не готовы работать. Нужен профессионализм, нужна база, нужно все, чтобы для людей. Это вот благодаря лицензированию управляющих компаний? Лицензированию, да, именно лицензированию. Мы, если они приходят на рынок, допустим, не имея опыта, ничего, а просто снимают офис, расчетный счет, оббирают людей, а потом мы начинаем разбираться. Да. Вот согласитесь со мной, нет, Татьяна Константиновна, что вопросы ЖКХ, вот все эти, они так и пальму первенства держат среди обращений избирателей к депутатам. На первом месте. На первом месте, да. На первом месте, да. А почему вот все-таки из года в год эта картина не меняется? Ну, во-первых, из года в год у нас менялась вообще система ЖКХ в городе, да, да и не в городе, а в целом, в стране. Вы же знаете, что часть сетей были переданы в аренду определенным структурам. Мало кто пока вкладывал деньги в то, чтобы все эти сети поменять уже по нескольку десятков лет. Поэтому там, где тонко, там рвется. И рвется в первую очередь, где тепло, вода, электричество и так далее, и так далее. Но потом именно вопросы жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают быт наших граждан. Ну да, конечно. Поэтому и самое большое количество вопросов в этой сфере. И для решения этих вопросов государство создает нормативную базу, которая позволила бы нам как можно быстрее и эффективнее эти вопросы решать. Но, к сожалению, иногда теория не идет в одну ногу с практикой. Вот то, что касается, допустим, управляющих компаний. В некоторых регионах пошли по пути, когда учредителями управляющих компаний в определенном проценте являются муниципалитеты. Вот мы очень давно в Самаре говорим о том, что у нас нет рычагов воздействия на управляющие компании. Их действительно нет. Если в идеале смотреть нормативную базу и ту структуру, в которой у нас существует управляющая компания, у нас нет рычагов воздействия на управляющие, кроме как лишить лицензии. Но для того, чтобы лишить лицензии, для этого надо, чтобы уже управляющая компания совсем провалила, вообще завалила всю работу. Только тогда можно поставить вопрос о лишении лицензии. Поэтому это вот тема, которую надо развивать, над которой надо думать, как можно быстрее эту тему решать. Потому что не может быть управляющая компания изолирована от территории, на которой она живет, и тем более от власти, которая управляет этой территорией. Да. Но помощники, чтобы решать все-таки, вот эти проблемы появились. Депутатов районов стало больше. В связи с проведением реформы это стало еще одной дополнительной поддержкой для решения проблем жителей. Как строится работа райсовета промышленного и о том, что уже сделано, расскажет районный депутат Михаил Диолин. Посмотрим. В районный совет входит 40 человек, 40 депутатов. То есть самый большой район города, ну, соответственно, самое большое количество депутатов в промышленном районе, в основном это район, где, в общем-то, живут труженики, заводов, заводчане и так далее. И, конечно же, вот в этом плане мы пытаемся как бы работать. В этом направлении. Ну, опять же, повторюсь, в рамках своих полномочий, да, то есть и основной упор, конечно, у нас именно на благоустройство района. В этом году отремонтировано 12 дворовых площадок. Вот. Ну, правда, конечно, в кое-каких местах там есть какие-то недочеты, да, но выезжали непосредственно на места, смотрели, контролировали качество работы. То многих депутатов, то есть прямая связь налажена даже, да, вот непосредственно с жителями. То есть не то, что там как бы через приемные и так далее, а это непосредственно диалог. Ну, бывают даже такие случаи, там, ну, звонят даже в 12 часов вечера. В Новый год переходим с очень хорошим настроением, да, потому что, как бы, планов очень много, хочется их действительно воплотить в жизнь, вот, ну, и посмотреть потом, как бы, получить и благодарность непосредственно от жителей. Кстати говоря, хочу сказать, что благодарности от жителей поступают. Вот, да, это действительно факт, прям сам лично видел, вот, письма, то есть с такими хорошими отзывами на работе депутата. У каждого района свои особенности. Мне хотелось бы услышать от вас, в чем такие характерные черты, особенности промышленного района? Прежде всего, промышленный это какой? Ну, промышленный, если мы начнем с площади, 4,8 тысяч квадратных километров, так, значит, от Волги до, протяженность его от Волги до Самарки 12 километров, на территории промышленного района, это точно вся промышленность. Это крупные предприятия, авиагрегат, ПАО Кузнецова, хлебобулочный комбинат, значит, и ряд еще предприятий, которые на сегодняшний день как работали, так и работают. Из-за исключения, немножко у нас сейчас барахлит это и Кран, и Тарасово. Ну, значит, там есть какие-то экономические сложности, но все равно, значит, коллективо. Все равно остается промышленным, да, районным? Районным, промышленным. На территории много школ, у нас 30 школ, это социалка, у нас 19, значит, поликлиник, у нас 36 тех самых детских садов. Поэтому вот в этом году, как бы сказать, в прошлом, позапрошлом году, в 15-м построен, значит, стадион один на ипподроме, два стадиона, это орбита, маяк. В этом году, как бы, тленочки открыли, все, люди там начали заполняться, людей отвлекают. Поэтому они отвлекают, не бегают теперь. Потом у нас парки заработали, парки Гагарина, значит, Воронежские озера. Наконец-то решилась проблема Воронежских озера. Их судьба по линии депутатского корпуса, опять же скажу, добились того, чтобы разряд Воронежские озера стал парком. Там определенные уже границы, поэтому, значит, это 50 лет ВКСМ парк, он сохранился. Значит, там есть ряд замечаний, которые, я думаю, что мы с вами с депутатами порешаем эти вопросы. Заводы, учреждения образовательной культуры. Все есть, социалка, 19 поликлиник, у нас самая, значит, как у нас, Семашка-то, в 42-м году, самая древняя поликлиника, возглавляет ее тоже депутат. Поэтому, значит, у нас достопримечательный госпиталь, который на территории промышленного района инвалидов. У нас, знаете, что, значит, онкологический центр построен. Сейчас по решению правительства Самарской области и НАНО достраивается еще один центр тоже, который в раннем, как бы, зачатии будет исследовать вот эти нехорошие заболевания. Поэтому такие перемены. Да, и замечательно, что перспективы какие-то. В этом году мы 18 дорог с помощью города и области, значит, внутриквартальных отремонтировали, по адресной ЕСПИД. Ну, и мы ждем, конечно, вот эту развязку, проспект Кирова, Московское шоссе. Я думаю, привлекательный район будет, и будет перемычка сделана. У нас решен вопрос по заводскому шоссе. Будет реконструкция. Мы в этом году улицу Земец, береговую, отремонтировали. И если будет вот эта реконструкция, начнется на будущий год, там есть финансовые потоки через области, через федералов, значит, получим. Вот это большая реконструкция. Мы все видели, как мы Старый Загору. Да, ну это, конечно, замечательное дело. Именно там депутатские денежки, жители, поэтому и город нам оказался от действия. На будущий год также будем продолжать реконструкцию Старой Загоры. Но от Нового вокзала и уже к проспекту Кирова. Да. Поэтому здесь очень большая работа проведена с населением. А кто к населению бежит, это депутатские корпусы, ТОСы, МКД. Да, опять же, эта взаимосвязь выстраивается. Вот она власть, вот она, и реформа идет правильно, на правильном пути мы. Татьяна Константиновна, знаю, что вы тоже тесно связаны с промышленным. Ваше личное отношение к этому району может даже напомнить, что вас связывает с ним. И сегодня, как вы смотрите, вот Владимир Александрович уже сказал, что и сделано много, и перспективы есть. А что реальная еще картина, что бы вы добавили? Промышленный район – это моя родина. Вот. Вот в сюжете обо мне тут прозвучала информация, что я родилась в городе Липске. Когда на месяц родители уехали, и мама была беременна, и вот они меня там родили, и через месяц вернулись. Поэтому я считаю своей родиной, безусловно, Самару, Куйбышев тогда, город Куйбышев. Вот я дополнить хотел бы, Владимир Александрович, очень многие годы промышленный район считался спальным районом. И это действительно так, потому что кроме предприятий промышленности и домов многоэтажных, которые 11-й трест, микрорайоны, вот эти вот. Да, города Симонов Виталий Алексеевич строил, практически весь район застраивал. В районе не было в необходимом количестве тех культурных, спортивных объектов, где бы люди могли проводить свой досуг и заниматься спортом, искусством, творчеством и так далее. Вот сейчас все это кардинально поменялось, и задача действительно стоит такая, чтобы в промышленном районе забыли, как о спальном районе, и чтобы о промышленном районе говорили, как о центре спортивно-культурно-досуговом города Самары. И вот строительство, допустим, нового стадиона, который, слава богу, что будет у нас проходить чемпионат мира по футболу, значит, это, безусловно, послужило толчком к тому, чтобы район совершенно преобразился. Вот эти развязки великолепные, которые будут у нас закончены, знаем, какие неудобства используют, все сейчас жители испытывают. И мы в том числе, потому что мы такие же жители, надо набраться терпения и четко понимать, что впереди нас ждет просто необыкновенные развязки, дороги, сам стадион, который тоже станет центром для молодежи и проведения времени, спортивных соревнований, культурных мероприятий. Поэтому, конечно, вот это все приведет к тому, что мы будем говорить уже о районе не как о спальном районе, а как о районе центра культуры и спорта. Но и, безусловно, очень много сделано за эти годы, благодаря и руководителям города, и руководителям области, безусловно, огромный вклад вложил в развитие, в том числе и промышленного района. Меркушкин Николай Иванович, он был инициатором очень многих проектов, которые реализуются, в том числе на территории промышленного района. Допустим, строительство того же самой орбиты, которые открыли, перерезали там ленточку, и теперь все с радостью, население туда ездит и проводит свое свободное время. Для меня лично район очень дорог. Я могу тоже по пальцам перечислять, что было сделано при мне. Построен был ЗАГС, один из лучших ЗАГСов в городе Самаре. Мы построили промышленное РОВД, новое здание, которое находилось, спортзал. Мы начали очищать и приводить в порядок парки, парк Гагарина, во что был превращен. Вы знаете, это один из лучших парков был в городе и есть в городе. Поэтому есть чем отчитаться перед людьми. Да, и главное, что район, ну и благодаря, конечно, всем вашим усилиям, получит другой статус. Другой статус. Другой статус, да. Вот это вот к этому. К этому мы и стремимся. Ну, нужно, да, дойти подойти. Потому что Ленинскому и Самарскому району они в основном говорят об истории развития района. Да, культура там, все сосредоточено. Совершенно правильно. Вот мы хотим, чтобы наш промышленный район тоже был центром культуры. У нас есть такие наработки. Татьяна Константиновна Анонимовна сказала, что он самый молодой. Он в 1978 году был создан и создателем его моя коллега. А я учитель. Да, это очень приятно. Ну, напомним о достопримечательных и особенностях промышленного. Посмотрим видео о районе. Промышленный самый молодой район городского округа Самара. Он образован в 1978 году. Здесь проживает около 300 тысяч человек. Площадь промышленного района 48,5 тысяч квадратных километров. Его протяженность от реки Волга до реки Самара более 12 километров. В промышленном сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Самарской области. ПАО Кузнецов, авиаагрегат, гидроавтоматика, Самарский завод «Экран», завод железобетонных конструкций «Самарский», завод имени Тарасова, Самарский булочно-кондитерский комбинат. Активно развивается в районе социальная инфраструктура. Только за последние три года здесь открыты три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Ипподром «Арена», «Орбита», «Маяк». Активно проводится в промышленном реконструкция знаковых мест и парковых зон, в частности парков имени Гагарина, Воронежские озера, Молодежный и Аллеи трудовой славы. Социальную сферу в промышленном представляют три высших учебных заведения, Центр развития образования Самары, три среднеспециальных учебных заведения, 12 библиотек, 7 детских музыкальных и художественных школ, Дом культуры «Победа», гимназии, лицей, 30 школ, 36 дошкольных учреждений, 13 спортивных сооружений и организаций. Также на территории промышленного района расположено 19 учреждений здравоохранения, которые обслуживают жителей района, города и Самарской области. В настоящее время рядом с Самарским клиническим онкологическим диспансером ведется строительство Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной терапии. Инициатором создания Центра в регионе стали правительство Самарской области и группа «Роснано». И хотелось бы еще поговорить о финансах, потому что изменилась схема финансирования районов. Из чего сегодня наполняется бюджет района? Насколько это трудная задача? И что здесь самого важного? На что нужно усилия определенно приложить, чтобы были деньги? Потому что это, как мы знаем, самое главное, не хватает, чтобы наполнить бюджет очень много. Так как у нас бюджет укомплектован, он составляет из чего налог на землю, налог на физические лица. Которые от жителей, именно районы идут. Если уж честно говорить, то у нас налог на землю, исполнение бюджета по налогу на землю всего 50%, 10%, а на физлиц 50%. И вот сейчас мы ведем большую работу в часть пополнения бюджета именно на физлиц. У нас ведь большие, значит, не освоенные и даже нету полной картины, сколько домов построено, где что. Поэтому вместе с налогами мы сегодня сейчас, как бы в течение этого года составили базу. База уже практически работает. Значит, мы создали комиссию. Именно в комиссиях участвуют также депутаты. Значит, приглашаем людей, иродивых, которые не платят налоги. Вот здесь вот идет пополнение бюджета. Конечно, мы стараемся не наказывать людей, есть административная комиссия. Это еще дополнительные деньги. На сегодняшний день мы по линии административной комиссии 6 миллионов 584 рубля. Это мы уже практически собрали. Ну, как бы ставится задача, и здесь пополнение. Почему такие пополнения? Мы наказываем тех людей, которые не понимают. Ставят там киоски, значит, торгуют неположенным. А ведь опять жители же обращаются к власти. Также к депутатскому корпусу очень часто обращения. Много обращений. Встают платочники. Это тоже пополнение бюджета. Это одна из составляющих сегодня. Ну, вот мы надеемся, что все-таки транспортный налог тоже, если нам дадут, то будет пополнение бюджета. А эту работу нельзя останавливать. Особенно с налоговой. Ну, есть нюансы, по которым мы сейчас работаем. Есть планы, есть соглашения подписаны с существующими органами власти для того, чтобы совместно навести порядок. Основной источник. Конечно. Понятно. Скажите, пожалуйста, Татьяна Константиновна, как депутаты участвуют, районные в том числе, в бюджетной политике района? Вот, допустим, нужно решить, куда-то выделить деньги? Вот депутаты какую здесь играют роль? Давайте немножечко начнем не с этого. Значит, вот Владимир Александрович сказал, что бюджет района формируется из налоговых поступлений, которые до сегодняшнего дня поступают в город, они поступают не в район. Но 10% от этих налогов по земле перечисляется в бюджет района и 50% по налогу на имущество физических лиц тоже перечисляется из города в район. Значит, вот эти деньги, которые есть, они не обеспечивают те потребности района, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому сейчас очень интенсивно у нас создана и рабочая группа, которая работает совместно и с главами районов, и с председателями советов, где обсуждается тема, как увеличить вот эту вот цифру поступления налогов. Но, на мой взгляд, это второй вопрос. Первый вопрос заключается в том, чтобы передать максимально полномочия районам. Потому что в том виде, в каком они сейчас переданы, эти полномочия районам, они не обеспечивают решение всех проблем, которые в районе существуют. Поэтому нужно в городе решать этот вопрос, в губернской думе, вносить изменения в закон, принимать новые законы, максимальные полномочия передать в районы, а уже под это формировать бюджет. Потому что даже эти деньги, которые сейчас мы имеем в районе, мы не всегда, допустим, глава района может потратить эти деньги, я не знаю, на реконструкцию своего какого-то двора. Почему? Потому что нет у него таких полномочий. Не может распоряжаться. Не может распоряжаться. Это будет не целевое использование средств. Вот для того, чтобы привести все это в соответствие, для этого надо, вот это бегом надо делать. Потому что если мы этого не сделаем, тогда у нас сбуксует и сама реформа местного самоуправления, и наши уважаемые главы районов не будут иметь возможности, не имея полномочий, решать задачи, стоящие перед ними. Поэтому, допустим, когда мы говорим о том, что вот глава района там чего-то не сделал, он не сделал не потому, что он не хочет этого делать, а потому что ему не переданы эти полномочия, потому что нет денег под реализацию этих полномочий. Угловые района. Как можно быстрее надо решать эту проблему. Что делают депутаты? А сейчас-то вот Костяна, да. Депутаты принимают бюджет, принимают. Он прозрачен, он очевиден. Мы утверждаем доходную часть бюджета, расходную часть бюджета. Безусловно, расходная часть бюджета, она формируется совместно с администрацией района. Потому что основной поток проблем, он концентрируется именно в администрации района. И в этом году мы приняли бездефицитный бюджет, но это и нехорошо, и неплохо, скажем так. Когда бюджет дефицитный, есть деньги, которые можно несколько свободными распоряжаться. Когда он профицитный, это еще лучше. Есть больше денег, их можно направлять на те проблемы, которые еще не решены. Бездефицитный бюджет, он жестко в рамках. Вот тебе доход, вот расход, и ни копейки больше. Но экономическая ситуация такова сегодня в городе, что это самый лучший вариант бездефицитный бюджет на сегодняшний день. Он принят в промышленном районе. Значит, распределено по строкам расходов эти денежные средства. Старались максимально интересы жителей учесть при распределении этих денежных средств. Но жители тоже должны понимать, заявок очень много. Поэтому кому отдать предпочтение, решают депутаты? Кому? Пришли к выводу, что, наверное, все-таки по страте проблемы и по срокам подачи этих заявок. Потому что один там критерий подал три года назад, другой там семь лет уже стоит и ждет, когда решится его проблема. Вот исходя из этих критерий и распределялся бюджет для решения вот этих вот проблем. Вы вскрыли проблему благодарно за то, что вы обозначили так явно. Только никому не говорите. Это рабочие моменты. Это рабочие моменты, безусловно. Это нужно знать, чтобы понимать. Это понимают все. Это понимает глава города. Это, безусловно, понимает губернатор. Поэтому вопрос времени. Как быстро это будет решено? Закон будет приниматься, конечно, депутатами губернской думы. Наши представители от района в губернской думе. Очень серьезные лоббистские возможности у них и по количеству их достаточно там. Поэтому, безусловно, мы тоже не в стороне от этого. Мы все время обостряем эту тему. И я думаю, что в итоге она будет решена достаточно быстро. Да, будем надеяться. Как мы уже говорили, в прошлых программах в реформе местного самоправления принимает участие три стороны власти, депутаты и, конечно, жители. Примером такого взаимодействия стало благоустройство улицы Старозагора. Посмотрим сюжет. В супруге Гущины в промышленном районе живут уже 42 года. Старозагорский бульвар – это их любимое место прогулок. О том, как здесь стало красиво, после реконструкции рассказывают в два голоса. Очень хорошо. Тем более, и ходить сейчас. Я скандинавскую ходьбу и хожу. Раньше в Ираке сейчас идешь. Прям классно так. Спасибо строителям, молодцы. Благоустройством тем более. Как хорошо они все же благоустроили. Все украсили для нас. Чтобы сохранить эту красоту и противостоять вандалам, активные жильцы объединили свои усилия с правоохранительными органами и депутатами. В вечернее время, то есть после работы, в свободное, например, от работы время, жители приходили совместно с полицейскими и курировали в границах от улицы 22 Парсеста до улицы Нововокзальной. Именно с полицейскими проходили, ну, так скажем, наводили порядок на территории нашего бульвара. Ну, делали замечания жителям, которые гуляли, например, с собачками и пытались там, ну, как говорится, не ухаживать за своими животными. То есть, благодаря этому поставили таблички все-таки. По словам депутата, обращения к ним от жителей поступают постоянно. В первую очередь они касаются благоустройства дворов и осуществления контроля. В пять часов каждый вечер выходит ДНД, здесь гуляют, с участковыми дополнительно. Мы с жителем совсем тоже проходимся здесь по бульвару и делаем замечания, говорим, разъяснительную работу ведем. Первое время на таких красивых скамейках стали распивать спиртные напитки. Видев все это, жители, конечно же, подходили, разъясняли, да. После проведенной реконструкции отношение жителей изменилось не только к бульвару, но и к своим дворам, и к дому. Как отмечают жильцы, красиво должно быть везде, а не только на определенном участке. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников. Я патриот своего дома. Мне всегда душа болит, чтобы о доме и все такое. Ну, во всяком случае, нам старую загору сделали очень хорошо. Отремонтировали, плиткой положили, и все лишнее убрали. И теперь вот к Новому году елки нарядили, деревья нарядили. Здесь у нас такая красота стала. Действительно, очень красиво. Очень коротко скажите, пожалуйста, что еще хотелось бы? Вот мы снимали этот сюжет в районе Шибки, да, тоже непонятные пока перспективы, что будет дальше. А вот что бы еще хотелось вам как главе, чтобы еще что-то появилось в районе? Ну, я думаю, что мы будем продвигать эту идею. До конца надо пройти старую загору в полном объеме. И вот, как бы, мечта есть огородить парк Гагарина. Красивый забор сделать. И там, чтобы у нас была еще, как бы, тематика, ну, зверюшек. Там белки у нас бегают. Да, белки-то, да. Это самое озеро, как существовало, так и существует. Единственное, там нет ни одного такого детского, вот именно детского кафе. Ну, там сейчас новый руководитель пришел в Самару парке. Я думаю, что он будет продвигать, ну, и мечта наша, значит, восстановить уже проект, поставить задачу главы города. В Татьяне Константиновне был разработан проект совместно с заводами, значит, Воронежские озера, там, типа, водопады сделать. Ой, ну, это уже такие перспективы, о них нужно подробнее и в следующий раз разговаривать. Ну, так вот, сейчас у нас есть... Вот, кстати, сюжет, уже новогодняя тема у нас зазвучала. И обеспечить в городе предновогоднее настроение, задача, которая решается совместно с участием власти, депутатов и жителей. В Самаре дан старт «Елки желаний», как она была организована в промышленном районе. Узнаем из сюжета. Исполнять желания и верить в чудеса детям помогают взрослые. «Елка желаний» стала традиционным и любимым мероприятием, которое проводится во всех районах города. В промышленном праздник организовали в центре «Семья». Любой желающий, жители района, гости могут принять участие, прийти сюда, снять с елочки конверт, посмотреть, что же ребенок, какое желание и выступить в роли Деда Мороза. Акция организуется для детей с ограниченными возможностями. К счастью, желающих выступить в роли волшебника находится немало. Депутаты с удовольствием ведут, конечно, на все эти мероприятия, потому что они действительно социально значимые мероприятия. И вот хочется такую частичку доброты и тепла отдать людям. Мы подходим к елке и берем открыточку с этой елочки, где написано пожелание ребенка, что он хочет на этот Новый год. Будем стараться выполнить. Для семилетней Маши Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников, в которой происходят чудеса. Сегодня я загадаю то, чтобы он прислал мне здоровье и книгу желаний. А пока сижу, мечтаю, книжки разные читаю. Жду, когда же к нам придет Дед Мороз и Новый год. На этом добрые дела взрослых не заканчиваются. Праздники сменяются буднями, которые также требуют внимания, заботы и новых идей. У нас, например, в рамках этой акции «Елка желаний» проходит еще одна акция, которую мы назвали «Расти с книгой малыш». И мы думаем, что на такую акцию откликнутся наши друзья, помощники, эти люди, которые к нам сюда приходят. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вот видите, огни бакток. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, сначала положено. Следующая «Елка желаний» станет юбилейной. Она пройдет уже в десятый раз. И у нас осталось меньше минуты. Татьяна Константиновна, хочу вам предоставить слово, потому что мы в предновогоднее время. Спасибо. Уважаемые жители промышленного района, дорогие самарчане, мы от всей души вместе с Владимиром Ивановичем сердечно поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Всегда приход Нового Года связывается с загадыванием определенных желаний. Мы хотим, чтобы все ваши желания исполнились в новом 2017 году. С наступающим вас Новым Годом. Спасибо большое. Благодарю гостей за участие в программе, зрителей за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.